И когда он проходил в ногу, у меня как будто щелкнуло что-то. Ты будешь драться с Юсуфом Раисой 8 сентября, но никому не говори до анонса ACA. Он хочет драться, пока я травмирован. Я мужчина, я готов выяснить отношения и за пределами клетки, и в клетке. Так что я не боюсь, что оно во что-то перейдет. Что Юсуфу даст на день месяц? Просто мне интересно. Что ему даст месяц? Бой за поезд — это мечта. Юсуф — это хороший боец. Ни для кого не секрет, что во время всемирного карантина спортивных мероприятий становится все меньше. Но даже сейчас на специальном сайте наших друзей из Фонбет каждый день можно найти интересную аналитику и прогнозы. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии к этому видео и получайте уникальный бонус. Ставьте на лучших. А Фонбет спасибо, что поддерживает наш канал. Сегодня в гостях у Вестника ММА Артем Резников, боец АИСЕЙ. Артем, приветствую. Приветствую. Артем, перед сами животрепещущими темы хочется все-таки начать со стандартного вопроса. То, что сейчас очень многих людей тревожит, это карантин, который по всему миру. Расскажи, что сейчас творится в Казахстане, где ты, в каком городе и как у тебя все протекает. В Алмате я у нас отпускают. У нас вчера открыли зал, это очень радует. То есть все потихонечку нормализовывается. Нормально. Карантин проходит. Кто у тебя с весом по-любому уже очень много набрал за это время? За карантин 90-91 был вес. Сейчас сегодня был 87-800 с утра. Уже нормально, уже пойдет. Теперь приступим к самым животрепещущим темам. Твой бой с Юсефом Раисовым, возможно, который не состоится. Возможно, который перенесут на сентябрь или, возможно, который все-таки состоится. Уже очень многие есть предположения, очень много уже есть каких-то слухов. Расскажи вообще про историю с твоей стороны. Как я понимаю, ты успел получить травму. Расскажи про нее и как все это посыпалось, пошло. Ну, вот я сидел на качке. Мне кажется, мне многие тренера говорили, когда увидели, что у меня неправильная техника, там, становая, прессер. Ну, что-то было в спине не такое, я не понял. Ну, немножко какая-то неприязнь была, не боль, а спина чуть побаливала. Так, неприятно просто было. Я начал отрабатывать с моим другом. У меня друг чемпион Казахстана по вольной борьбе в 125 килограмм. Мы с ним чуть поборолись. И когда он проходил в ногу, у меня как будто щелкнуло что-то. И все с этого момента у меня начались проблемы со спиной. С этого момента. И тут же мне предлагают, вот недавно предложили бой с Исуфом, звонит у меня директор Алла Шпрайда. Говорит, сначала на 24 июля, потом на 8 августа. Я говорю, подождите, я снимок сделаю, я не тренируюсь. Тренироваться не могу, я не знаю, что у меня вообще. Делаю снимок, скидываю, у меня грыжа. По-любому с врачом посоветовался, сказали, ну 3 недели хотя бы дай залечить. Ты сейчас будешь тренироваться, у тебя еще хуже будет, еще, ну ты к бою не подойдешь. 3 недели, говорит, поплавай, повиси, там к манулисту, там еще лечение назначили. Вот, вытягивание позвоночника. И я говорю, я на 8 не готов, они только 8 могут, ну то есть я 8 не смогу по-любому, я 3 недели буду лечиться. Звонит, говорит, 8 сентября, ты готов? Я говорю, 8 сентября готов. Тогда, говорит, ты будешь драться с Исуфом Раисом 8 сентября, но никому не говорить до анонса ASEA. Когда ASEA анонсирует бой, тогда ты можешь уже спокойно говорить, молчи, проходит 2 дня, и тут посыпалось, давай июль, как будто такое ощущение, что он решает, когда драться. Ну, не знаю, мое личное мнение, один месяц какой-то, что ему даст Исуфу, правильно? А мне месяц даст залечиться, я залечусь в этот месяц. И все, и такое ощущение, как будто он хочет драться, пока я травмированный, чтобы взять какую-то форму, ну это мое мнение, потому что я как спортсмен, если мне, допустим, сказали бы, Исуф травмирован, 8 августа не может, 8 сентября, я бы сказал, давайте. Проблемы какие? Без проблем, давайте. Мы спортсмены должны уважать друга. Сейчас я с ним выходил на связь, Асламбек Бадаев и Исуф Раисов втроем выходили. Он говорит, я не верю твоей травме. Ну, как это? Давай делись 8 августа. Вот именно 8 августа и все. Я не пойму его политику. Я правильно понимаю, я видел у тебя в сторис, что есть справка прям от врача, что у тебя... Две грыжи у меня, две грыжи шморля. Ты меня скинешь тогда, да, чтобы я выложил, ну, сюда прикрыл? Я, самое главное, все говорят, ты отказываешься от грыжи. Я не отказываюсь. Было договорено с лигой, я согласился. Мне сказали, все, ты дерешься. 8 августа теперь у тебя будет. Я говорю, все хорошо. Ты смотрел эфир Юсуфа, в котором он рассказывал как раз про вот эту ситуацию? Я нет, не смотрел. Вот я смотрел этот эфир и Юсуф был достаточно там сильно раздосадован. И одна из вещей, о которой он там говорил, что ты кроме того, что говоришь, что тебе нужно залечить травму, тебе нужно еще пройти какие-то сборы, поехать в Омск. Такой какой-то разговор был или нет? Нет, не был разговор. Был разговор такой, сейчас объясню. Когда я получил травму, я сказал своему менеджеру, директору клуба, не говорите о травме. Тяните время, я сейчас МРТ сделаю, пройду. То есть мне когда сказали, у меня спина болела. Я записался, МРТ только через 5 дней сказали. Ну, потому что у нас все записи. А после МРТ два дня я ждал, когда придут анализы, то есть справка какая. И я говорю, тяните время как-нибудь. Не говорите, что у меня травма. Потом, когда справка вышла, что травма, я понял, что надо лечить. Вот и все. И потом на 8 сентября сказали. Сейчас граница закрыта до 15-20 июля. А какие сборы? Я, понятное дело, что никуда не поеду. Мне тут ребята, Саша Сармановский обещает приехать, дай бог приедет. Тут Егор Кичигин, там Азамат Бахытов, призер мира по грейпингу. Вольники хорошие есть, мастера спорта, международники. Мне хватает здесь. Боксеры, ребята, мы друзья, профессионалы. Еще о чем он говорил в эфире. Почему-то он был раздесадован, что ты очень сильно этот бой как бы разжигал. Говорил, что давай Юсф выйди. И получается, что ты сам его перенес. И вещи, за которые Юсф, мне кажется, переживает. То, что ему очень много писало ребят, казахстанских болельщиков, твоих фанатов многих. Типа, прими бой. И я понимаю, кто-то писал даже, может быть, какие-то оскорбления. Вот сейчас ты бы сказал бы казахстанским фанатам, что, ну, посоветовал бы, да, что писать Юсуфу. Вообще лучше, типа, ничего не писать? Или писать, чтобы он все-таки прислушался и принял бой 8 сентября? Ну, я думаю, Юсуф не смотрит на то, что пишет. У него своя голова, свое мнение. По-любому, он как решит, так и будет. А кто что будет писать, я думаю, болельщики уже пишут. Что Юсуфу даст один месяц? Просто мне интересно. Вот что ему даст месяц? Да, я его вызвал на бой. А если говорить вот так вот, да, типа, ты вызвал на бой, ты должен принять любую дату. Ну, я же не знал, что у меня будет травма, правильно? И я могу сказать, завтра дерись. Ты же вызывал же, завтра дерись. Ну, как, правильно же это? Если я вызывал, я же не знал, что там будет завтра травма. Я вызвал, я хочу этого бой, 8 сентября прошу. Ему месяц ничего не даст, не решит месяц этот бой. После твоего вызова, самого первого, я так понимаю, вы созванивались тогда? Ну, у тебя было на этот повод много интервью? Сейчас вы второй раз созванивались только вместе со Сланбеком? Или еще Юсуф тебе набирал? Я ему написал, Юсуф, ты же знаешь травму, зачем ты пишешь, что я на 8 августа? Он написал там, ты же принимаешь, он говорит, мне без разницы, травма не травма, я хочу драться, что 8 августа. Я говорю, ну, как бы это неправильно. Мы спортсмены, мы знаем, что у кого что случается. И тыкать на вот эти моменты, мне сразу вспомнился в фильме «Гладиатор», когда его проткнули и ждали боя. Примерно то же самое, я травмирован, и он знает, и что ему даст этот бой, зная, что он выйдет травмирован. Ему разве неохота выйти с человеком, который готов на 100 процентов? Он меня пытается подкусить как-то, давай на 8 августа, давай, принимай, ты же звал. Вот как будто вот бывает же, в детстве на слабое берут. Вот, типа, давай, ну, я же свою карьеру строю, я же умный, я знаю, что травмированный, драться, даже тренироваться не вариант. Ты не боишься, что это может во что-то перейти личное? У тебя нет сейчас ощущения, что все, как ты знаешь, идет вот такой накатанный, и, может быть, у вас будет уже прям какая-то личная агрессия, что-нибудь вроде этого? Да, мне кажется, личная агрессия какая-то идет. У меня, допустим, личная агрессия началась, я вызвал же, помнишь, я сказал Коков и Юсуф, так как они хорошие бойцы, я хочу драться. После чего у него там в эфире, он говорит, да я, говорит, не вижу у него ничего, у него нет ничего, навыков нет, того нет. Естественно, мне уже это разозлило, говорит, любого человека разозлило, что за тебя такое говорят. И у нас и пошло-поехало, по накатанной, как ты говоришь. Я мужчина, я готов выяснить отношения и за пределами клетки, и в клетке, так что я не боюсь, что оно во что-то перейдет. Я готов ко всему. Как ты думаешь, когда вот это вот все-таки решится судьба боя 8 сентября, когда будут какие-то окончательные переговоры со Сламбеком и с Юсуфом? Я думаю, Лига решит. Ну, Лига скажет вот так вот, да, 8 сентября делитесь. Они просто понимают, что у меня травма, они не могут сказать 8 августа. Они же, ну, они приняли, говорит, здоровье, говорит, важнее, сказали. Проблем нет, здоровье важнее. Ну, если они Юсуфу скажут 8 сентября драться, что он скажет? По-любому он будет драться. Тоже здесь такая история. Он говорит, я готовился, я тренировался, пахал, там, даже в месяц, рамадан, я так не пахал никогда, все время. А я даже не знал о бою. Ну, то есть пашет, а я не знаю, а потом говорит мне, что ты принимай бой. Ты же вызывал, ты принимай бой. Потом он мне говорил про то, что ты и с Коковым раскручивал, ты же меня вызывал. Ну, в принципе, я готов и с Коковым, и с тобой, у меня как-то разницы нет такого. С кем поставить Лига? Скажет Лига с Коковым, я не буду там, ой, я хотел с Юсуфом, я не буду с Коковым. Меня с кем Лига поставят, с кем поставят. В принципе, Коков точно не слабее Юсуфа Раисова. Ну, он очень сильно хороший боец. И еще немножко хотел с тобой обсудить статусность этого боя. Этот бой, и вот наш канал, его выделил как один из самых ожидаемых боев 2020 года. И Лига Айсей, мы со Сламбеком, когда записывали интервью, он тоже уже выделяет, что это очень крутой бой, который будет интересен всем фанатам. Ну, и многие про этот бой говорят. Обсуждалось ли то, что когда этот турнир уже поставят в какой-то карт, он будет в мейн-карде, или, может быть, это будет даже мейн-эвент или ко-мейн-эвент? Вообще не обсуждали, тем более даже турниры, даже августа турнир вроде не анонсировали, насколько я знаю. Но его не обсуждали, потому что даже не анонсировали. Ну, сейчас такая эпидемия, непонятно, что будет, что не будет. Мне сказали, 8 августа готов. Я говорю, травма. Они потом звонят, 8 сентября готов. Готов. Ну, все разговоры. Больше разговоров не было. Они говорят, 8 сентября, так готовься, будет бой. А ты бы хотел, чтобы это был главный бой турнира? Да мне без разницы. Мне зачем? Когда поставят, хоть поставят первым, хоть поставят главным. Я готов. У меня нет такого. Главное, не главное драться. И еще тоже интересный вопрос. Юсуф – это чемпион лиги ACB в полулегком весе. И это громкое имя в лиге ACB. И ACA нынешний – это одно из лиц. В лиге у тебя есть две уверенные победы. И сейчас титул вакантен в легком весе. Алибагов перешел уже в 77 килограммов. И Хакран Диас, который должен был драться с Абдул-Азизом, Абдул-Вахабовым, он приехать в Россию, я думаю, что еще на протяжении полугода минимум не приедет. Не обсуждалось ли то, что ваш бой с Юсуфом – это, возможно, бой за титул будет временный? Не обсуждалось. Там же Абдул-Азизу, Абдул-Вахабову хотят дать бой. А просто непонятно с кем. Ну да, я думаю, логически брать с Сашей Сарнавским. Ну так вот, если говорить. Он четвертую строчку занимает, Абдул-Азиз первую. Ну а с кем? Больше не с кем. Я думаю, так будет. Ну, мое мнение. А так брать Абдул-Азиза, он уже готовится за поезд драться. Говорит, ты не будешь драться, будут они. Ну это неправильно даже вообще просто. Я просто слышал, что уже Сарнавскому дали бой. Уже имя дали соперника. Пока не могу раскрывать, кто это, потому что точно еще не подтверждено. Саша не знает. Мы сегодня с ним общались. Мы каждый день с ним на связи. По видео, мы друзья хорошие. И он не знает Саши даже. Ну вот, я слышал, что ему уже дали соперника. Хорошо, чтобы Саша потом знал. Да, ну мы с ним, кстати, тоже переписываемся. Но я слышал, что ему все-таки дали соперника. Я к чему это спрашивал, что если Лига скажет, что там с Юсовым бой это хорошо, Артем, но у нас сейчас есть вакантный бой за титул, потому что Абдул-Азизу сложно дать кого-то из соперников, потому что кроме Саши Сарнавского в топ-5 все остальные ребята чеченские бойцы. Мы с ним обсуждали это в интервью. Если скажут тебе, выбери, что ты хочешь больше. Бой за титул с Абдул-Азизом и Булахавом, или все-таки бой с Юсовом Раисовым, что ты выберешь? Конечно, с Абдул-Азизом. Бой за пояс – это мечта. Раисов – это хороший боец, но ничего сверхъестественного мне этот бой не даст. А титул – каждый человек мечтает об этом. Я бы так рад был и подпрыгнул до потолка, и с низким ростом бы достал. Артем, что же, я все ответы получил на свои вопросы. Единственное, что я хотел тебя еще спросить, у нас сейчас есть новая рубрика, мы спрашиваем у бойцов, чего интересного можно посмотреть и почитать во время карантина. Он уже в Казахстане отходит, но у нас пока что в Санкт-Петербурге его продлили до 14-го, как минимум. В Москве тоже довольно жестко. Посоветуй какой-нибудь топ-3-5, может быть, книг, сериалов или фильмов. Блин, я честно скажу, я книг вообще не читал. Одну книгу в Библии читал, но это было давно. Книги, вот это минус, конечно, что не читаю книги. Я даже во время карантина, я думаю, как развиваться как спортсмен об этом. Я смотрю бои, смотрю технику отработки. Я просто посоветую людям, кто в спорте, чтобы развить свое даже мышление бойцовское, борцовское. Надо смотреть тренировки хороших звезд, надо смотреть отработку. Честно, я сидел в Ютубе и смотрел, как тренируются спортсмены, что делают, как бьют, как отрабатывают. Я вот постоянно смотрел такие ролики в Ютубе. А если не секрет, кто из каких-то топ твоих просмотров, спортсменов, которые с интересной техникой? Мне очень нравится Геннадий Головкин и Канело, их бокс, как они работают, как они тренируются по боксу. Я смотрел тренировки Генри Сихуда, борьбу смотрел. Потом я смотрел, я работал на физику и смотрел, как Кайл Снайдер тренируется на физику, сколько килограмм он тягает, как он работает. Ну, вот примерно такое. Ну, спасибо, Артем. Я наших подписчиков попрошу подписаться на твой Инстаграм, кто еще не подписан, он появится внизу экрана. Также тебе желаю здоровья, потому что я вот как фанат ММА, хоть ты говоришь, что интереснее бой будет с Абдулазизом, мне кажется, в плане медийности самый крутой бой, ну, для меня в 2020 году, в российском ММА точно, это твой бой против Юс Фраисова. Очень надеюсь, что он все-таки состоится. Так что здоровья тебе, надеюсь, к 8 сентябрю. Будет классно, если состоится бой. Сам хочу его. Я тоже очень жду. И, да, наши зрители, вам нужно подписаться на наш Инстаграм, если кто еще не подписан. Инстаграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Артем, спасибо большое. Спасибо большое, на связи. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.